Добрый день дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. Сегодня у нас не обзор, а сегодня у нас тема, как правильно все-таки высаживать рыбу, принесенную с магазина, то есть новую рыбку. В принципе, эта тема больше будет полезна тем, кто только начинает заниматься аквариумами. У аквариумистов со стажем уже есть свой непосредственный опыт, который, как правило, получается с помощью набитых шишек. И с чего мы начнем? Начнем мы с того, что нужно понимать в первую очередь о том, что вода в аквариуме магазина и вода в аквариуме, которая находится у вашего дома, она совершенно разная. Да, она и там, и там отстоявшаяся, может быть, вполне возможно, она одной температуры, но не забывайте о том, что везде свой PH, своя кислотность, жесткость воды разная, отличается зачастую. Даже если вы находитесь в одном городе, поселке, деревне, неважно, все равно вода, даже если вы будете с одного и того же источника наливать, она будет разной. Мало того, микрофлора в магазинах, в аквариумах-магазинах своя. В вашем аквариуме она совсем-совсем отличная. На это влияет очень множество факторов, но вдаваться в подробности мы сейчас не будем. Давайте начнем высадку рыбы. Что нужно будет сделать? Это емкость, которую вы принесли рыбу домой, опустить в свой аквариум. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вода, температура воды, в которой находится рыба, и температура воды, которая находится в вашем аквариуме, совпадала. То есть, таким образом, мы поднимаем, либо немножко опускаем температуру, в зависимости от времени года, потому что вы еще уже шли домой. Если это весна, осень, зима, то, как правило, вода становится холоднее. Чтобы сократить стресс рыбки, мы таким образом регулируем температуру воды. В таком, так сказать, на этом этапе пройдет минимум 5 минут. Минимум 5 минут. Некоторые доводят рыбка до 30 минут. То есть, оставляют рыбу в таком положении в аквариуме до 30 минут. Следующее, что потребуется сделать после иссечения этого времени, мы немножко, немножко воды из аквариума добавляем в ту воду, в которой находится сейчас рыбка. Немножечко вливаем аквариумной воды. Таким образом, принесенная домой рыбка постепенно начнет привыкать к той воде, в которой она будет находиться. Для того, чтобы этот перепад был не резким, мы ее потихоньку адаптируем. Так пройдет еще минимум 5 минут, после чего мы добавим воды снова немножко. В крайнем случае, воду, в которой мы ее принесли, можно немножко отлить, для того, чтобы побольше сводить место. Прошло еще 5 минут. И мы снова, это уже третий раз, добавляем воду из аквариума. Пройдет еще минимум 5 минут, и рыбка, в принципе, будет готова поселиться в новом своем доме. Очень уж мне нравятся пакеты от компании Тетер для переноски воды, потому что, наверное, только они, больше пакетов я для переноски рыбы не встречал, только они сделали такую мини-инструкцию прямо на пакете, как правильно высаживать рыбу. И за это я им большое спасибо, по крайней мере, от всех тех, кто только начинает заводить аквариумы и начинает заводить рыбки. Вот посмотрите на этот пакет. Полнейшая правильная инструкция. Ну, как видите, да, на часиках 5 минут отведено. Но это не обязательно. Не обязательно должно быть 5 минут. Чем больше времени она там проведет, тем лучше. Не нужно думать, что рыбка умрет в пакетике, если она посидит чуть-чуть подольше, не 5 минут, а 30 минут или 40 минут. Не умрет. Она достаточно долгое время может перенести поездку. Я могу сказать то, что вез рыбу однажды 6 часов в данном пакете без кислорода, без каких-либо лекарств, добавок и так далее. Все нормально она переносит. Вот такой вот пакетик. Компания Тетра в этом плане молодцы. Очень важно, чтобы вода, с которой вы ее принесли, не попала в ваш аквариум. Для этого нужно перелить с той емкости, в которой находилась рыбка, прям в сачок. После чего рыбку выпускаем. Как видите, она достаточно быстро освоилась, потому что вода ей уже знакома. Данный метод позволит избежать много разных неприятностей, таких, например, как манка, которая часто появляется просто из-за стресса, перенесенного из-за пересадки из одного аквариума в другой, транспортировки и так далее. Теперь хотелось бы немножко сказать о другом. Второй метод высадки рыбы через карантинный аквариум. Его используют и профессионалы, и опытные аквариумисты. Данный метод позволяет избежать попадания больной рыбы в основной аквариум. Ведь вы приносите рыбку домой с магазина, и не все болезни можно увидеть невооруженным глазом. Зачастую болезни проявляются через одну-две недели. Именно этот срок в карантинном аквариуме должна провести новокупленная рыбка. Перед тем, как будет посажено в основной аквариум с уже полюбившимися рыбками, вашими домашними любимцами. Ну что могу сказать? Данный метод очень эффективный и, наверное, самый лучший. Помогает избежать потери своей старой рыбы и избежать очень многих неприятностей. На этом, в принципе, все, мои дорогие друзья. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин